привет друзья сегодня покажу обзор изменить некоторых изменений в своих механизмов bfg mini как видите крышки теперь могут быть разного цвета данном случае черненькая ну и классика серебряная внес изменения в крепления механизма к воротам теперь ножка это расширена здесь есть две отверстия под болтом 8 и это третья то есть три точки крепления к трубе при помощи рекомендую вот такие резьбовые заклепки вот за счет этого по трех точкам теперь крепится надежно и просто во всем остальном в принципе все осталось то же самое в механизме это тяга крепления к столбику телескопическая о настройках и способах настройки именно механизма когда уже он установлен и углы открытия створок сейчас покажу на компьютерной модели ставим лайк пишем комментарии будем активны под этим видео это помогает развивать мой канал спасибо итак сейчас покажу на компьютерной модели основные моменты которые нужно знать при регулировке механизма bfg mini значит основные будут происходить у нас на вата тайм шестерне на большой все зависит от угла под которым установлено вот этих два отверстия если берем да или вот этих два лучше вот этих два берем вот видите сейчас они не параллельно створки то есть у нас крепление тяги телескопической как бы сдвинутся дальше от маленькой шефтерны если сделать таким образом получим вот такую картину значит при открывании вот сейчас у нас виде створки стоят параллельно столбику и вот начинаем открывать смотрите что происходит наблюдаем за вот этим местом вот этот угол вот он совпадает эта плоскость ворот показано то есть видите ворота сразу резко уходит вовнутрь это хорошо когда нам нужно сделать хороший придвор то есть когда створка прижимает створку это идеальный вариант видите она сразу уходит во внутрь двора если вам нужно добиться такого эффекта значит вы специально сдвигаете крепление на шестерне дальше от малой шестерни вот сюда как бы подвигаем ближе к столбику видите сдвинулись отверстия они уже не параллельно створки стоят а под каким-то углом так теперь установим тягу так чтобы два вот этих отверстия стали параллельно плоскости ворот как видите смотрите что получаем таком случае опять же выставляем створки параллельно и открываем ворота как видите обращаем внимание на вот этот уголок он сразу немножко уходит вовнутрь но не сильно важным моментом является то что ворота при движении не выходят за пределы проема то есть остаются во дворе либо движутся вот прямо по кромочке когда мы полностью закачиваем движением створки стоит под 90 градусов это тогда когда все про выставлено правильно то есть идеальное положение тяги на шестерни на большой тогда когда она находится вот в таком положении запоминаем вот это положение теперь другая ситуация когда тяга видите где крепление сдвинута ближе к малой шестерни угол соответственно вот этих двух отверстий опять же не параллельно с творком а под другим углом смотрите что получится в таком случае если вы установите вот так тягу тоже видите створки параллельны все никаких проблем с этим нет начинаем открывать прошу отметить теперь вот видите как ведется вот этот угол он сдвигается наружу то есть как только мы начинаем открывать ворота и происходит то что створки выходят наружу довольно долго не видите на уже находится и только спустя какое-то время какой-то угол вот они заходят уже вовнутрь ну и тут чуть чуть не доходит до 90 но главная проблема это в том что створка выглядывает наружу видите значительно то есть в таком случае вам нужно вернуть отодвинуть крепление тяги на большой шестерни от маленькой шестерни то есть идеальное положение которое вы должны поставить это когда вот эти два отверстия параллельны створки следующие возможные ошибки сопряжены со следующим это когда мы ставим кронштейн на столбике вот этот видите если вы его неправильно разместите разместить его можно двумя способами неправильно это сдвинуть их вперед от ворот то есть наружу либо надо во внутрь либо если мы сместим его от столбика дальше либо каким-то образом наоборот утопим его сюда влево на столбик сейчас покажу к чему это приводит и так если вы по какой-то причине ошиблись с привариваем вот этого кронштейна на столбе и он получился дальше от плоскости столба вот сюда отодвинули вдоль ворот здесь выставлено все правильно два отверстия горизонтально параллельно оборотам и смотрите к чему это приводит открываем во-первых ну тут нормально двигается она а здесь смотрите чуть-чуть воротам не довернуться до 90 градусов видите вот к чему это приводит теперь посмотрим другой вариант если какой-то причине вот кронштейн вот этот вы сдвинули ближе к столбу то есть дальше от механизма да бывают такие тоже варианты я уже столкнулся получится следующая картина как видите тут все двигается неплохо уходит сразу во двор а вот здесь угол явно больше 90 то есть вот такая штука получается кронштейн тянет за собой воротим то есть чтобы исправить такое положение нужно убедиться как у вас установлен кронштейн вот данном случае его сдвинул на 2 миллиметра ближе к столбу и так следующая ситуация когда кронштейн на столбе сдвинут наружу как видите тут есть какое-то расстояние то есть он отодвинут от угла вперед здесь все выставлено правильно смотрите к чему это приводит начинаем открывать дворку опять же обращаю внимание сюда ворота сразу выходят наружу но не сильно немножко сдвигаются наружу при открытии и далее они не смыкаются под 90 градусов тут какой-то угол чуть больше получается в таком случае вам нужно вернуть кронштейн вовнутрь сдвинуть его на угол он должен угол вот этого монтажной трубы и край кронштейна должны совпадать так теперь ситуация такая если вы кронштейн сдвинули наоборот вовнутрь ближе к внутренней стороне ворот ведь он видно заступает за край за столбик получим следующую ситуацию открываем створки тут как видите сразу ворота уходят вот вовнутрь это хорошо и угол открытия увеличивается видите больше 90 градусов бывает что вам даже и нужно добиться такого эффекта то есть основное все но регулировка у нас происходит вот тут здесь тоже можно то есть поиграться вот этими регулировками но как бы рекомендуется ставить кронштейн четко на углу столба вот это основные регулировки на которых хотел рассказать для механизма бэджи мини как вариант кстати могу предложить еще такую штуку то есть если возникает потребность в регулировке положение вот этого кронштейна я разработал его с регулировками то есть его можно выставить в разных плоскостях вот такой кронштейн то есть его можно подвинуть вперед назад глубину проема в наружу проема ближе к механизму ближе к столбу то есть у него масса вариантов для настройки он чуть массивнее получается чуть дороже ну как кастомный вариант вполне может быть так что заказывайте хочу напомнить что ну особенности механизма то что тут внутри использованы 25 подшипник диаметр внутренний соответственно и оси 25 петля вот это сейчас я делаю 26 диаметре чтобы вам было проще соблюсти соосность вот этой петли и поворотной петли механизма потому что почему то 25 петель теперь достать невозможно из 26 либо 24 значит используем 26 и механизм ровняем таким образом выставляем чтобы вот эти две петли они совпадали в оси вопрос еще значит какой по поводу щели вот этой ее можно делать меньше тут расчет на сантиметровая если вы делаете щель допустим 5 миллиметровую или нулевую вообще соответственно механизм просто сдвигается вот сюда от края воротины вот так это работает как видите конструкция постоянно развивается ничего не стоит на месте благодаря вашим обратной связи от моих заказчиков от мастеров я могу улучшать эту конструкцию механизма dfg mini спасибо всем кто откликается и активен не забываем ставить лайки писать комментарии мне всегда приятно получить обратную связь от своих заказчиков спасибо всем не забываем ставить лайки подписываемся на мой канал ставим колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео следующий пример ворот от мастера руслана ужгород ну тут ворота такие минималистичном стиле просто граты решетки автоматизированы отличная работа тоже рекомендую вроде ужгород обращайтесь как видите механизм серии bfg это идеальное решение для постройки распашных складных ворот типа граммошка книжка и вот очень актуальны в таунхаусах маленькие дворы пространство ограничено эта система с успехом позволяет решить задачу постройки таких ворот обращайтесь переходите в мое приложение считывайте qr-код там есть все описания характеристики цены и примеры установки всем удачи спасибо